МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем, кто смотрит программу Студия 11. Сегодня последний день лета. Ну, а это значит, что нужно сделать селфи на фоне природы, испечь яблочный пирог, в котором будут нотки уже сентябрьского тепла. Ну и, конечно, зарядиться позитивом. Об этом мы обязательно поможем. Начинаем! Вот что ждет нас впереди. Коми Прялки и Василий Кандинский. Творчество сквозь года. Я забыл все буквы. Избавляемся от синдрома 1 сентября. Интеллектуальная еда. Илья Лазерсон в программе «Детали откровенные». Для того, чтобы ваше настроение всегда было на высоте, ловите несколько советов от команды Студия 11. Больше двигайтесь, заряжайтесь позитивом от близких людей и, конечно, занимайтесь творчеством. Рисуйте, пойте, танцуйте. Еще добавьте в свое меню полезные сладости. Бананы, клубнику, сухофрукты и мед. И самое главное, улыбайтесь, друзья. Встаньте перед зеркалом, подарите себе комплименты, ну и, конечно, включите нашу программу. Прялка. Женский символ. Этнограф Татьяна Берштам говорила, что прялка – это своеобразная женская икона, которая напоминала о христианском благочестии, следовании моральным правилам, чистоте и верности брачным узам. В нашей республике коллекции самобытных прялок можно увидеть в музеях, а сейчас даже на улице. Где они находятся и как связаны с художником-авангардистом Василием Кандинским, знает моя коллега Алена Туркина. В преддверии векового юбилея нашей республики напротив Центра культурных инициатив ЮГОР появился новый арт-объект. Пять огромных прялок, они выше ростом, чем человек, вот как вы сейчас видите, я рядышком стою, и украшены эти красавицы традиционной верхневычегодской росписью, как бы символизируя связь комик-рая и основоположника абстракционизма Василия Кандинского. Художник открыл для мира новый визуальный язык, а вдохновился кандинский этнографическим материалом, собранным на коме-земле. Да-да, истории искусства в ангардной живописи корнями уходят к декоративно-прикладному искусству коми. Так, например, коми-прялки с витиеватыми линиями и кругами нашли свое воплощение в произведении «Два вала». Огромные прялки, как и шедевр метро-абстракционизма, хочется рассматривать, изучать каждую деталь. И, конечно, в интересах всей республики сохранить их в первозданном виде как можно дольше. Они деревянные, но они пропитаны яхтенным лаком, маслом, чтобы как раз-таки как можно дольше сохранить их. Конечно, прялки стали своеобразным брендом нашей республики. Не удивлюсь, если вам захочется узнать о них немного больше. Что нам для этого потребуется? Желание узнать больше, естественно, и мобильный телефон. Открываем камеру, наводим на QR-код, который около каждой прялки стоит. Вот таким вот образом у нас открывается приложение «Инстаграм». И здесь мы можем увидеть и узнать немного больше об этом арт-объекте. Кстати, арт-объект, несмотря на свой небольшой возраст, успел и мир повидать. Родился он в одной из мастерских столиц России. После установлен перед главным входом на новую сцену Большого театра. Затем прялки перевезли в Санкт-Петербург. Они стояли на территории Государственной академической капеллы. Перед началом учебного года и родители, и дети немного нервничают. Думаю, многим знакома такая ситуация. Младшие школьники за лето позабыли все буквы и цифры. Как помочь ребенку, подскажет психолог Ольга Балябина. Ольга, синдром 1 сентября. Давайте разберемся в понятии, что это такое. Это общее понятие, которое характерно для настроения миллионов родителей и миллионов детей, которые идут 1 сентября в школу. Это переживания, это тревожные ночи, это успею-не успею, а ты машину завел, а вдруг придется такси вызывать, а букет мы не забыли, все ли положили в рюкзак и так далее. Удивительно, что такие настроения исключительно в первый день учебы. Дальше, как правило, родители и дети уже успокаиваются, все идет своим чередом. Почему? Ну, прежде всего, происходит адаптация у ребенка. Не обязательно первоклассника и пятиклассник, и тот человек, который идет уже, считает себя взрослым и идет в 10-11 класс. Они привыкают к новому расписанию, потому что после лета действительно режим дня меняется, расписание дня у них совершенно другое. Они начинают привыкать к ранним подъемам, привыкают к домашним заданиям, то есть меняется у них ритм, график, и становится для них все это потом обычным и спокойным. Ну, 1 сентября уже на носу, и, к сожалению, надо было нам, конечно, раньше эту беседу провести. Как подготовиться за один день? То есть что сделать такого, чтобы не опростоволоситься уже на самом празднике? Ну, я предлагаю провести, прежде всего, беседу со своим ребенком, пойти с ним на контакт, рассказать о школе, что его там ждет, вспомнить свои какие-то интересные примеры и случаи из школьной жизни, потому что дети это воспринимают на ура. Сказать, что в школе все будет хорошо. Естественно, необходимо обязательно помнить всем, бабушкам и дедушкам, мамам и папам, что при ребенке мы никогда не ругаем ту школу, в которую идет он и учителей. Вы должны помнить о том, что школа для ребенка становится главным занятием в его учебном году, кроме секций, кроме различных кружков, но настаивать на том, чтобы ребенок с утра до вечера зубрил правила не стоит. Дайте ему, пожалуйста, минутки отдыха, играйте вместе с ним, особенно если это дети первоклассники. Если вы хотите, чтобы ребенок запомнил школьный материал, когда вы забираете его из школы, это касается начальной школы, возвращаетесь по дороге домой, спрашиваете, а что вы проходили, а что говорил учитель. Выучат ваши детки все, и самое главное, помните, что знание – это хорошо, но здоровье ребенка гораздо важнее. Когда вы идете с ребенком из школы, расскажите ему, как ему покороче дойти домой, объясните, что может ожидать его на пути домой, различные какие-то непредвиденные ситуации, позаботьтесь о его личной безопасности. Вы можете придумать с ребенком какой-то пароль, кодовое слово, если вдруг подойдет к нему незнакомец и скажет «Здравствуй, мальчик, я от мамы». Вот. Этот вопрос тоже необходимо решить и поговорить с ребенком, обговорить. То есть 1 сентября – это история не только какой-то учебе, это еще и безопасности. Как же родителю вести себя в преддверии 1 сентября? Потому что дети, как мы знаем, они очень чутко относятся к настроениям родительским. Прежде всего перестать волноваться. Сделать это, конечно, сложно, но вспомнить, что 1 сентября, оно никуда не уйдет. Оно будет в этом году, будет в следующем году. Относитесь к 1 сентябрю как к празднику. Дело в том, что есть семейные праздники, и у вас есть возможность этот праздник сделать семейной традицией. Потому что ваши бабушки и дедушки ходили в школу, вы ходили в школу, ваши дети идут в школу, и ваши внуки пойдут в школу. Да, возможно, вы работаете лаборантом, химиком, но только вы в вашей семье химик-лаборант. А учеба касалась каждого из членов вашей семьи. И когда мы ждем праздника, настроение у нас совершенно другое. Мы не ожидаем от праздника каких-то подвохов, мы понимаем, что это будет здорово и хорошо. Пеките торт, сделайте шарлотку, сейчас очень много яблок. Ну, придумайте какую-то свою такую изюминку, которая будет характерна только для вашей семьи. И тогда именно ожидание праздника, оно снизит вот состояние стресса. Создать традицию, которая будет из года в год напоминать, какой же это прекрасный праздник 1 сентября. Ольга, спасибо вам большое, что пришли. Надеемся, что переживаний, точнее, концентрация переживаний и у родителей, и у детей в этом году будет куда меньше. Спасибо, Алена, и вам. Всего доброго, до свидания. Шеф-повар из Санкт-Петербурга, российский теле- и радиоведущий, видеоблогер Илья Лазарсон, стал гостем гастрономического фестиваля «Шанга-фест». Он приезжал познакомиться с комик-кухней, чтобы включить ее в свой кулинарный репертуар. В интервью нашему телеканалу Илья Лазарсон рассказал, как с ним связан памятник сосиски в Артеке, почему он угощал французов круассанами с гречкой, и что означает принимать еду интеллектуально. Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. Зона Лазарсона. С вами, друзья. В шестом классе отличник Илья Лазарсон приехал в Артек и впервые попробовал там сосиски. Объелся так, что запомнил надолго. Спустя годы, будучи известным поваром, организовал в Артеке кулинарную смену и, к своему удивлению, увидел в детском лагере памятник сосиске. Они просто не знают, что на самом деле его из-за меня поставили. Там, потому что это такой символ, там действительно сосиски, видимо, подавали всегда, ну там, не каждый день, конечно. Вот там теперь есть памятник сосиске, и я возле него недавно сфотографировался, потому что для меня это святое. Артек вот из сосиска. В восьмом классе Илья Лазарсон шокировал свою элитную школу с английским уклоном в украинском городе Ровно. Продвинутые ученики метили в дипломаты и гибернетики, а Илья заявил, что будет поваром. И стал. Да еще каким. После техникума и Ленинградского технологического института холодильной промышленности попал в ресторан Гранд-отель Европа. Пять звезд, иностранный менеджмент. Они не хотели брать поваров, испорченных советским общепитом. А я что, я же в институт заканчиваю, значит, формально. У меня опыта работы нету. Я после техникума немножко поработал, потом был в армии поваром. Но это все было, когда они понимали, что это не есть советский лоб. На вопрос, почему в ресторане нет русского меню, получил жесткий ответ. Вашу еду есть невозможно. С тех пор Илья Лазерсон продвигает российскую кухню за рубежом, делая ее понятной для каждой страны. Круассан из гречи в Париже из этой оперы. Я для себя решил, хорошо, если у меня стоит задача показывать русскую кухню иностранцам, следовательно, я могу на себя взять функцию вот такого переводчика. Перевести русскую кухню на нормальный международный кулинарный язык. Без этого нельзя. У него своя кулинарная школа, почти 160 книг о еде и канал на ютубе «Зона Лазерсона». Почетный гость Шаньга Феста говорит, что его знакомство с нашими национальными блюдами обязательно будет иметь продолжение. Уже через год он приедет в Сыктывкар, чтобы представить свое прочтение Коми Кухни. Смотрите интервью Ильи Лазерсона в программе «Детали откровенные» сегодня в 20.00. Если вы до сих пор не определились с прической на 1 сентября, не переживайте. Вот самый простой вариант. Вам понадобится всего лишь одна резинка. Время пролетело незаметно, как и летние каникулы. Возьмем небольшой перерыв. Скоро вновь увидимся. Не скучайте. На ваших экранах самая позитивная программа «Студия 11». Мы подготовили много полезной и интересной информации. Вот что ждет нас в ближайшие 10 минут. Творим волшебство руками. Учимся гончарному мастерству. Марья Моль и Рок поем вместе с группой «Олд Скул». В сказках феям нужно лишь взмахнуть волшебной палочкой, чтобы придать предмету форму. Да и в реальном мире есть люди, кому по силам из бесформенного куска сделать произведение искусства. Кто может овладеть гончарным мастерством и как подчинить глину своим рукам, узнала моя коллега Алена Туркина. Это было лишь небольшое превью, но я думаю, многие поняли, где мы находимся. Да, мы в керамической мастерской. И сегодня мы пообщаемся с мастером-гончаром. Здравствуйте. Лариса, я уже смотрю, вы подготовили глину. С бесформенного куска она стала похожа более-менее на какой-то сосуд. Чем мы сегодня будем заниматься? Точнее, вы будете заниматься, а я буду смотреть. Я попробую слепить горшок. Стандартное, бытовое, нужное, необходимое в быту предмет. Ну и тогда можно начать. И, конечно, хотелось бы узнать. Глина – это очень интересно, как минимум потому, что ты что-то трогаешь, как-то изучаешь мир. Вот такое вот хобби. Оно может полюбиться только детям или только взрослым, или, в принципе, у этого, так скажем, удовольствия нет никаких рамок. Ограничений по возрасту никаких нет. Потому что руки работают тем и привлекательно глина. Кто-то на гончарном круге, кто лепит руками ручная лепка. Материал позволяет работать в неограниченном диапазоне. Ну, конечно, помимо какого-то эстетического удовольствия от работы, которая уже сделана, есть наверняка очень много плюсов у керамики и у гончарного мастерства в целом. Например, как я думаю, это развитие мелкоматорики. Что еще из плюсов, как мастер со стажем, вы выделите? Своего рода медитация. То есть это настолько увлекательный процесс, требующий полного погружения. Особенно вот гончарное мастерство. Там можно, в принципе, глазами. Ты работаешь только пальцами, только тактильные. Ощущения, они вот... И это просто потрясающе. Вот я сейчас смотрю, у вас так ловко получилось просто из бесформенного кусочка, как я уже говорила, сделать самую настоящую посуду, которую потом обжечь и все, можно из нее есть. Вот такая сноровка, она быстро ли приобретается? Ну, для меня это был длительный период. Процесс, он вообще длительный, жизненный. То есть ты все равно как развиваешься, как и в любом ремесле идет развитие. То есть сначала ты делаешь первые шаги, это все какие-то небольшие, маленькие, корявенькие. Потом дальше, по мере развития и становления, все равно процесс обучения идет. Ну, конечно, терпение и труд, все перетрут. Вот этот горшок, он уже почти готов. Буквально за 10-15 минут его сейчас смастерили. Что его ждет дальше? Какова его дальнейшая судьба? Судьба у него достаточно длительная еще у него жизнь. До готового горшка, потому что он требует сушки, этот горшок. Потом первый обжиг печи, затем глазуровка и второй обжиг. То есть это где-то в целом, где-то в общей сложности месяц. Ну что ж, процесс по-настоящему, как говорит молодежь, залипательный. Можно смотреть вечно, как работает мастер. Ну и, конечно, если вы хотите попробовать, тоже не отказывайте себе в удовольствии попробовать глину на ощупь. Вы сейчас, знаю, будете украшать, как я это поняла, потому что вы взяли небольшую палочку. Можно ничего не говорить, мы просто на этот процесс посмотрим. Ну что ж, пока Лариса снимает это изделие, я хотела бы сказать, что не нужно бояться. Если хочется вам попробовать помять глину, обязательно это делайте. Аж сердце сжалось, как было страшно, что упадет. Спасибо вам большое за то, что провели на такой краткий экскурс в гончарный мир, в мир гончарного и керамического искусства. Было очень интересно. Пожалуйста. И ждем вас в гости. Наши четвероногие друзья не перестают нас забавлять. Собака Кевин у Алены Туркиной, когда скучает по хозяйке, держит в зубах одеяло или любую ткань, которую Алена оставит на полу. У Северина Арпа собака Люся обожает спать на спине и покрапывать. Шпиц Мекки у Насти Калмыковой каждое утро, как по будильнику, требует налить воды. Стучит тарелкой об кафельный пол. Ну а теперь подборка интересных видео о животных. Собаки такие, этот чувак меня кормит. Дает воду, ласкает. Должно быть, он бог. Кошки такие, этот чувак меня кормит. Дает мне воду, ласкает меня. Должно быть, я бог. Субтитры подогнал «Симон»! Ну что, друзья, постарайтесь в течение дня улыбаться и дарить радость другим. Мы с вами увидимся завтра, а сейчас клип от группы «Олдскул». Смотрим и подпеваем. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!